Денис Базанков На носу, да можно сказать, уже начался пожароопасный сезон. Надежды на то, что авиация спасет нас, как это было в советские времена и спасала, нет никакой. Почему? Потому что действительно плачевное состояние нет у нас ее, получается так? Или я ошибаюсь все-таки? Да, конечно. В советское время охрана лесов от пожаров была задачей федеральной. С 2006 года она стала региональной, эта задача. И в конечном итоге правительство Республики Карелия решило от авиации, не знаю по каким причинам, избавиться. А авиационную технику продать просто-напросто. Но вы этим вопросом, ну понятно, вы за него болеете. Вам что говорят, что просто откровенно нам не нужна авиация? Или говорят, просто у нас сейчас кризис финансов нет? А конкретно говорят и говорили, что авиация просто Республики Карелия не нужна. Не нужна. А из-за того, что опять же нерентабельна? Указывалось, что она только убытки приносит и много потерь. Можно будет брать авиацию по заявкам или по договорам с других регионов. То есть аутсорсинг так называемый, да? Взяли у кого-то. Мне, по крайней мере, постоянно вопрос. Почему в других регионах эта авиация нужна? В том числе в регионах, которые нас окружают. Муромская область, Вологодская область, Ленинградская область. Почему она не нужна Республике Карелия? Которая имеет слабую сеть, инфраструктуру дорог и имеет очень большое количество населенных пунктов, куда добраться крайне-крайне тяжело. Что нам нужно делать? Возрождать авиацию или все-таки расслабиться и жить на аутсорсинге? Дело в том, что малая авиация в любом случае Карелии нужна. Без малой авиации невозможно экономическое развитие республики и решение социальных задач республики. Когда ушла авиация Республики Карелия с рынка оказания медицинских услуг, то на это место заняла Вологодская авиакомпания. Только за два санзадания, которые они выполнили, они получили полтора миллиона рублей. Точно такая же ситуация была с обеспечением, техническим обслуживанием вертолетов наших. Стоило правительству республики Карелии не выделить деньги на сертификацию АТБ, авиатехнической базы, и она, своя авиатехническая база была ликвидирована. Это место сразу заняла авиакомпания «Арктика» с Мурманска, которая поставила здесь линейную станцию. И только за один месяц, за то, что вылетело несколько бортов на Кижи, они получили 1 миллион 200 тысяч рублей. Если мы своим деньги платить не хотели, вынуждены будем платить другим. Можно и другие задачи еще решать. Для того, чтобы оказать помощь терпящим бедствия воздушным судам и пассажирам, в постоянной готовности находится, например, один вертолет Ми-8 по договору с управлением Санкт-Петербурга по поиску и спасению в воздухе. Точно такую же работу мы предлагали делать и на суше. То есть поставить на оперативных точках, в которых у нас находилась авиация, по крайней мере в летний период, для тушения лесов от пожаров она могла находиться. Поставить там воздушных суда и экипажи в дежурстве, которые могли бы в случае информации о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, подняться и оказать помощь с медиками на борту. 21 век, собственно, это и нормально было бы. Везде за границей так оно и существует, и делается. А у нас, мы это предложили, несколько ситуаций было, когда приезжали сюда представители других министерств, там и Министерство внутренних дел, и Министерство МЧС. Приезжали представители, проводили какие-то там мероприятия, попытки были, но дальше попыток не пошло. На федеральный уровень пробовали обращаться, Государственная Дума? В Государственную Думу мы обращались через своих депутатов, коммунистов. Пытались саморешать эти вопросы, я лично пытался через правительство Российской Федерации, конкретно через аппарат правительства и через президента Российской Федерации. Какие-то моменты проскакивают, что заинтересованность есть у государства, но реально вопрос этот в Республике Карелии не решается. Ну что ж, я думаю, что мы эту тему затронем еще неоднократно в нашей студии, на сегодня я предлагаю закончить, к сожалению, время подошло к концу. Напоминаю, у меня в гостях был старший штурман авиации Сергей Андруневич, вы смотрели «Накипело» на ТНТ «Онега». Увидимся в нашем эфире, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин